Когда кончится этот беспредел? Сколько лет вы еще собираетесь Чубайса терпеть во власти? Ну и традиционный вопрос для огромного количества россиян. Когда его посадят наконец за решетку? Антолий Борисович Чубайс остается такой нужной очень для нас фигурой, на которую постоянно общественное мнение отвлекается, когда что-то не нравится. Я считаю, что и он, и ряд тех людей, которые с ним работали тогда, да, конечно, совершили много ошибок, и образ определенный сформировался, но кто-то должен был сделать то, что они делали. Они изменили всю структуру российской экономики и, по сути, изменили тренд развития. Повторяю, на мой взгляд, можно было бы сделать и по-другому, с меньшими социальными потерями и затратами. Не так жестко, но задним числом всегда легко рассуждать на эти темы. А вот когда люди идут впереди, и непонятно, какой должен быть следующий шаг, будет ли он верным или ошибочным, но нужно иметь мужество, чтобы эти шаги сделать. Много было всего ошибочного, но то, что эти люди имели такое мужество, это факт очевидный. Имели мужество на преобразование. Там много всего смешного. Вот, например, в окружении Анатолия Борисовича в качестве советников, как выяснилось сегодня, работали кадровые сотрудники ЦРУ США. Но смешнее то, что по возвращению в США их привлекали к суду за то, что они в нарушение законов своей страны обогащались в ходе приватизации в Российской Федерации и не имели на это права, как действующие офицеры разведки. Им по закону внутри США запрещено было заниматься, какой бы то ни было коммерческой деятельностью, но они не удержались. Коррупция, понимаешь? Ну, надо отдать должное американской судебной системе. Они ни на что не посмотрели. Даже вскрыли тот факт, что в окружении Чубайса работали кадровые сотрудники ЦРУ. Но вы сказали, как долго терпеть его во власти. Его нет во власти. Он возглавляет государственную, но все-таки коммерческую структуру. Во властных структурах не присутствует. Теперь по поводу ответственности. Они ведь сами сказали о том, что разместили деньги неэффективно. Не скрою, это одна из моих инициатив в свое время было создать эту компанию. Потому что нанотехнологии – это один из генеральных путей развития науки, техники, технологий. И там, в общем, немало сделано и полезного. Я там был пару раз, ну и с материалами знакомлюсь, их работаю. Есть проколы, провалы. Но это не уголовщина. Понимаете? Это абсолютно разная вещь. Вот когда, даже у нас, когда в регионы вкладывают деньги не по назначению, это не значит, что их украли. В данном случае вложили неэффективно. Но это не воровство. Я совершенно не собираюсь защищать Чубайса. Больше того, я по некоторым, по многим вопросам, хотя он мне много раз сказал, что он в политику не лезет. Я вижу, что лезет, но и у меня, он в известной степени является моим оппонентом по некоторым вопросам. Но взять так огульно человека, заявить, что он преступник, что он что-то украл – это не по-честному. Это неправильно. И мы так делать не будем.